МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу новости сроку 24. В студии работает Дмитрий Круковец. В начале выпуска его некоторые темы. Подача документов в течение почти месяца. Решающий этап 1 июля. Депутаты Думы Сыргута определились с датой выборов главы города. Навести порядок у жилых домов. В Сыргуте стартовали рейды по проверке состояния многоквартирников после исхода снега. Как ответственность грозит управляющим компаниям за грязь у домов. И в Сыргутском районе специалисты управления по делам ГОЧС ищут нарушителей пожарной безопасности. Наша съемочная группа выехала в один из кооперативов. Депутаты Думы Сыргута определились с датой выборов нового главы города. В том случае, если конкурс состоится, имя мэра экономической столицы Югры ее жители узнают 1 июля. Решение принято сегодня на внеочередном заседании парламента. Оно прошло без дискуссии, но обсуждения были ранее на депутатских слушаниях. Так прозвучало, что список документов от претендентов стал проще. Отсутствуют в перечне, например, справки о доходах, о судимости. Все эти сведения указываются в заявлении, а потом уже проверяются соответствующими органами. Также в парламенте сообщили, когда кандидаты могут приносить документы. Прием документов от лиц, изъявивших желание участвовать в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы города Сыргута, осуществляется с 27 мая 2024 года по 21 июня 2024 года включительно. Предлагаю принять проект решения. В целом, кто за данное предложение, прошу проголосовать. За 18 единогласное решение принято в целом. Напомню, место городоначальника оказалось вакантным после отставки Андрея Филатова. Он сообщил о своем желании покинуть пост в соцсетях 22 апреля 26 числа, освобожден от должности. Нового главу выберут депутаты Думы Сыргута из числа отобранных конкурсной комиссией кандидатур. В составе этого органа 8 человек, имена 4 уже известны. Это заместители председателя городского парламента Александр Олейников и Виктор Пономарев, а также председатель объединения организации профсоюзов Сыргута и Сыргутского района Любовь Андреади и руководитель учреждения «Сибирский легион» Андрей Сенин. Теперь парламент города должен будет обратиться с ходатайством на имя губернатора Югры о назначении членов конкурсной комиссии от правительства региона. Конкурсная комиссия открыта для всех. Прошлый прием документов показал, что это довольно процесс оживленный, и было 60 кандидатов. Но я надеюсь, люди осознают всю серьезность вопроса, и к этому нельзя относиться легко. Нужно понимать, что это город, что это нужны определенные знания, понимания вопросов, уровень образования и вообще, как говорится, с какой стороны к этому подходить. В Сыргуте увеличилась рождаемость. По данным сотрудников окружного центра охраны материнства и детства, за первые 4 месяца текущего года на свет появилось больше 2,5 тысяч детей. Из них мальчиков 1273, а девочек чуть меньше 1249. Также здесь приняли и выходили 37 двоен и 1 тройню. В совокупности число новорожденных больше, чем за тот же период 2023. Как утверждают специалисты Центра охраны материнства и детства, есть куда расти, так как в этом году лишь у семьи из Нефтьюганска родилась тройня. В предыдущем году таких событий было 3. Три километра асфальтобетонного покрытия улицы отремонтируют в Сыргуте в этом сезоне. Основательное обновление магистрали по федеральной программе безопасной и качественной дороги пройдет на трех объектах. Изначально планировалось четыре, однако один из них, почти километровый участок Комсомольского проспекта, уже закончен. Напомню, с исполнителем в прошлом году был заключен контракт на два года. Свои обязательства дорожники завершили раньше. Уже приступил к работе подрядчик на улице Энергетиков. Он работает на участке от Майской до Энгельса. На следующей неделе планируется начнуть работу на Нефтьюганском шоссе. Завершить должны до конца сентября. Третий объект – реновация улицы Югорская от Мелик-Карамова до Пролетарского проспекта. Он пока остался без исполнителя. Дело в низкой стоимости. Сейчас смету пересматривают. В мэрии заверили, что на сроках работ такие заминки не отразятся, ведь контракт рассчитан на два сезона. Напомню, что финансируют программу безопасной и качественной дороги из федерального и окружного бюджетов. Общий объем средств на этот год – около 440 миллионов рублей. Кроме того, регион также выделил и дополнительные деньги на ремонт дорог в Сургуте. Дополнительно в этом году у нас округ просубсидировал ремонт. Ремонтные работы на общую сумму 259 миллионов рублей в рамках форума команды Югры. В рамках данного финансирования мы выполним ремонт пяти участков автомобильных дорог. Это у нас улица Дальняя, дорога на кладбище. В этом году выполнят ремонт проезжей части. Также в списке ремонта на доп. средства участки улиц автомобилистов и Дальняя. Благодаря этим же деньгам от округа проведут реновацию улиц Шедловского и Толстого. Там не только обновят дорогу, но и поменяют тротуары, карманы для остановок и сами павильоны. Отмечу, что на этих фрагментах уличной дорожной сети на время проведения работ движение транспорта перекроют полностью. На остальных территориях, что запланировано в этом сезоне, предусмотрено только частичное ограничение движения. Однако, как отметил подрядчик, что занимается ремонтом на улице энергетиков, в случае, например, обнаружения неучтенных проектом сетей, может потребоваться и полное перекрытие. Локальное перекрытие будет осуществлено, но будет перекрытие не по полосам, полного перекрытия пока в планах нет. Возможно, это потребуется при выявлении каких-то дополнительных видов работ. Но в настоящее время, согласно утвержденной проектной документации, этого не требуется. Так как улица довольно-таки старая, одна из старых улиц города, возможно, будут обнаружены какие-то сети, которые потребуют переустройства. Это будет рассматриваться уже при непосредственной производстве работы. Снег растаял, мусор обнажил. После схода зимних осадков на придомовых территориях должно быть убрано. Это ответственность управляющих компаний за выполнением обязательств, следят специалисты жилстройнадзора. Накануне сотрудники ведомства выявили неочищенные зоны в границах дома 21 на проспекте Комсомольском. Инспектор службы составила акт, в котором описала, что необходимо собрать в пределах многоквартирника. Это не только пакеты, обертки от продуктов, бутылки из-под питьевой воды, но и, например, картонные коробки. Подобные профилактические обследования дворов являются ежегодными. Об их старте коммунальщиков проинформировали заранее, еще в апреле. Проводим повсеместно осмотры придомовых территорий. В случае выявления нарушений, а к ним относятся нахождение на придомовой территории бытового мусора, следы жизнедеятельности домашних животных. Очень много видим окурков, потому что люди любят курить из окна и тут же выкидывать это все на улицу. При выявлении подобного мусора и иного мы составляем акт, который направляется в управляющую организацию с рекомендацией либо предостережением. После получения акта о рекомендациях в уборке территории у управляющей компании есть максимум три дня на исполнение. Если при повторном осмотре границы многоквартирного дома в порядок не приведены, у специалистов жилстро-надзора есть право инициировать совместную проверку с коммунальной организацией. После сотрудники службы могут выписать предписание либо постановление о возбуждении административного дела. В первом случае хозяйствующей компании грозит штраф до 50 тысяч рублей, во втором до 100 тысяч рублей. Мы уже проверили порядка 120 домов. Хочу сказать, что в большинстве своем придомовые территории убраны. Мы видим, что они чистые, что там на земле присутствуют следы грабель. Рядом на придомовых территориях стоят еще не вывезенные мешки мусора. То есть на сегодняшний день могу сказать, что, наверное, большинство домов в городе Сургуте от мусора убраны. Факты, которые мы выявили сегодня, они уже на сегодняшний день являются единичными. Используют дроны, информируют жителей лично. В Сургутском районе проводятся регулярные рейды по предотвращению пожаров. Особо активны специалисты управления по делам ГОЧС в период с апреля по ноябрь. Сотрудники администрации со спасателями выезжают в дачные кооперативы, проводят профилактику среди жителей и ловят нарушителей. Как и сколько пожаров уже случилось за этот год, узнавала Эльза Шайметова. На территории Сургутского района с начала года зарегистрировано всего 56 пожаров. Аналогичный период прошлого года – 71 пожар. Наблюдается снижение количества пожаров. На пожарах погибших в настоящее время не зарегистрировано. АППГ у нас один погибший был в прошлом году. Усилена работа, направлена на профилактику в данном направлении. Проводим беседы. Активно задействована работа патрульно-контрольной группы. Утвержден график и контролируем соблюдение указанных требований. Цитата. «С приходом весны жители начинают сезон уборки и нередко сжигают мусор прямо на участках рядом с постройками. И это, несомненно, увеличивает риск возникновения пожаров», – отмечает Роман Никифоров. Для предотвращения подобных ситуаций сотрудники ГОАЧС проводят регулярные рейды. Повышенное внимание в вопросах пожарной безопасности специалисты администрации уделяют дачным кооперативам. Во время выездных инспекций с жителями проводят профилактические беседы, а для выявления нарушителей используют дроны. Квадрокоптеры оснащены тепловизором. Возможно установить диапазон температурный. Вот, например, как сейчас, если в домах население проживает, то, соответственно, будут все дома показывать теплыми, где они находятся, то есть красными. Если мы увеличим диапазон, например, от 25 и выше, то, соответственно, мы увидим только там, где очень сильный нагрев идет или есть огонь. Вот это позволяет, конечно, сократить площадь проверки и так далее. Но, помимо этого, мы проводим профилактическую работу, беседуем с населением, разъясняем о том, что лучше соблюдать правила для их же безопасности. Но население относится к пониманию. Квадрокоптеры оснащены системами фото- и видеофиксации, что позволяет после обнаружения нарушителя привлечь его к административной ответственности. Как дачники относятся к таким рейдам, мы выясняли в диалоге с жителями кооператива «Победит-2». Приезжали представители МЧС всегда, когда дорога почищена, они проезжают и проводят здесь инструктаж. То есть мы в курсе и все здесь, конечно, по улице, кто часто находится, все оповещены. Лишняя информация, кому мешает, никому. Увиделись, познакомились. Конечно, помогают. Некоторым надо напоминать. И почаще, я думаю. Потому что не все у нас добросовестные, что могут постоянно выполнять то, что нужно, требования. Профилактические рейды будут проводиться и дальше. Однако для собственной безопасности сотрудники ГОО и ЧС рекомендуют жителям приобрести звуковые извещатели. А также перед проведением работ с огнем убедиться, что под рукой всегда есть огнетушитель, вода или песок. Эльза Шайметова, Даниил Панков, Сургут-24. Департамент финансов Сургутского района отчитался перед депутатами за исполнение бюджета за 2023 год. Он за отчетный период был исполнен с профицитом почти 196 миллионов рублей. Отмечу, что основная доля доходов муниципалитетов приходится на безвозмездное поступление, что в общем объеме составляет свыше 56%. Также одним из весомых блоков доходной части являются налоги. Их казна получила больше 6 миллиардов рублей. К слову, сторонние заимствования мэрии не привлекались. Деятельность, связанная с бюджетом, оценивается на окружном уровне. Так, в 2023-м Сургутский район занял первое место в рейтинге оценки качества осуществления бюджетного процесса. Расходная часть бюджета района за 2023 год исполнена на 99,6% от уточненного годового плана. Исполнение бюджета по расходам осуществляли 8 главных распорядителей бюджетных средств. Бюджет исполнялся с учетом группировки расходов по функциональному признаку, по программным и непрограммным направлениям деятельности и видам расходов. На этом выпуск новостей завершен. Спасибо, что были с нами. Впереди еще блок коммерческой информации и прогноз погоды. Больше новостей читайте и смотрите на нашем сайте. Увидимся на наших каналах. 21 мая. Филармония. Детское радио. Детское радио. Познавательно, развлекательно, увлекательно. Песни, сказки, игры. Детское радио. Для детей и взрослых. Медицинская клиника докторов предлагает современное лечение ожирения с помощью бариатрической хирургии. Терапевтическое обследование, опытные пластические хирурги, полная конфиденциальность. Хирургическое лечение ожирения в клинике докторов. Если диеты и марафоны так и не помогли сбросить лишнее. Привет. Я знаменитый суп Том-Ям. Я настолько прекрасен, что меня даже хотят включить в список всемирного наследия человечества ЮНЕСКО. Меня готовят только из свежих продуктов. Я очень насыщенный и порой обжигающе острый. Но ждать, пока я остыну, нельзя. Съешь меня сразу. Встретимся в Том-Ям-Баре. Хотите, чтобы волосы были пышнее и гуще? Безоперационная пересадка волос в центре Акватория. Эффективно, без наркоза и разрезов. Окончательный результат виден уже через два месяца. Запишитесь на консультацию прямо сейчас по телефону в Сургуте. 59-35-35. Центр медицинской эстетики Акватория. Цветы мира – это когда цветов не просто много, а много. А еще цветы мира – это когда покупаешь больше, а платишь меньше. Розы от 74 рублей. 101 роза от 5656 рублей. Красивые срезанные цветы по оптовым ценам с очень гибкой системой скидок в магазине «Цветы мира». Югорский тракт 7-4. Блок А. Телефон 7070-07. Ты изменяешь мне с Морисон? Нет, мы просто гуляли. Умные домофоны от Телеплюс принимают звонки из подъезда прямо в телефон. А это кто? Я не знаю. Делают фото посетителей и отправляют их в смартфон даже тогда, когда вас нет дома. Так он и на прошлой неделе заходил. Телеплюс. Управляйте домофоном из любой точки мира. Субтитры создавал DimaTorzok